друзья мои здравствуйте всем привет добро пожаловать на мой канал напомню что меня зовут ира и сегодня я решила записать короткое видео поделиться своим впечатлением от своей новинки аромат который появился мне совсем недавно это классический вот такой агент провокатор знаменитый аромат здесь такая пимпочка розовый флакончик форме яичко наверное розовое яичко от агента провокатора звучит двусмысленно но тем не менее таким образом выглядит коробочка с окошком значит этот парфюм я купила чисто случайно у женщины с рук я его купила той женщине он категорически не подошел и не понравился а ее можно понять аромат очень не такой неоднозначный вот она его продавала ниже рыночной стоимости ниже той стоимости которую за него просят в интернет магазинах и я решила по такому значит случае купить этот знаменитый парфюм я честно говоря очень боялась его распылять в общем я была вся такая в предвкушении я смотрела обзор я читала кучу отзывов и приблизительно понимала что-то такое чем это должно пахнуть и так далее но тем не менее давайте все по порядку я наверное сначала зачитаю ноты и потом уже поговорим о каких-то таких личных переживаниях и так агент провокатор был выпущен в 2000 году аромат относится группе цветочно-древесно-мускусные в верхних нотах у нас магнолия индийский шафран в сердце композиции гордения ветивер роза и жасмин и в базе амбра мускус и кеды боялась в общем я боялась но тем не менее распылила на себя нанесла аромат на запястье скажу сразу что он мне понравился сразу вот с первых до последних нот так скажем от начала и до конца звучания аромата но первые 20 минут надо просто пережить это не каждому не каждому по зубам не каждому под силу вообще вытерпеть вот этих первых 20 минут когда я впервые услышал этот парфюм вот тогда я поняла вот эти все разговоры вокруг грязного мускуса животных нот вот это здесь я приблизительно представляла что такой грязный мускус или что такое животинка какая-то да в парфюме но вот ощутила я это только тогда когда нанесла на себя вот этот замечательный аромат значит вот мне он даже где-то напоминает а вот вот этих первых 20 минут в начальных нотах он не напоминает знаете что конюшню вот просто конюшню знаете когда вспотели лошади вот такой животный какой-то пот но меня это не то чтобы пугает это интересно странно но хочется еще в общем непонятно но потом спустя вот этих 20 минут открывается просто что-то очень красиво кстати не сказал по поводу грязного мускуса и я думаю что вот эта конюшня вот этот резкий старт такое впечатление что-то какие-то невероятные специи очень острые очень странные специи бьют тебе в нос в перемешку с потом конюшней каким-то сеном прелым ну не знаю но аромат все таки здесь я слышу розу да но она идет больше фоном в базе здесь выходит мускус и он он красивый вот точно так же как он на старте грязный животный в базе он какой-то мягкий и довольно чистый но мне кажется не назову конечно его таким уж прям чистым но он смягчается и ну для меня вообще этот аромат построен вокруг мускуса здесь не столько роза хотя розу я безумно люблю она здесь есть ее здесь отчетливо можно услышать но все-таки для меня это мускус и это шафран я подозреваю что вот эта конюшня вот эти странные специи это как раз таки шафран это не кулинарные ни в коем случае специи это специи такие знаете чтобы придать вот какую-то изюминку чтобы просто добавить аромата какого-то отнюдь не кухонные не не связанные с кухней специи в общем необычный аромат шиприще такой прямо знаете такой шипр ну всем шипром шипр аромат для меня скорее специевый мускусный как я уже сказала какой жасмин какая гордение да не амбра но нету не слышу ну край мере я не слышу магнолию нет я отчетливо здесь слышу шафран розу и мускус да немножко деревяшек где то есть на 5 если это и дерево то ну какой-то такой знаете прелая прелая старая доска какая-то но в общем я бы конечно советовала познакомиться с этим ароматом любителям шипров любителям розы любителям чего-то непонятного громкого такого вызывающего аромат очень стойкий довольно шлейфовый я хочу еще знаете вот он затихает и я хочу еще раз вот этого вот этого буйства красок вот этого вот этих специй этого этой конюшни короче но он мне очень нравится спустя 20 минут он становится более понятным более носибельным да а вот первые как бы 20 минут ну 20 минут надо надо потерпеть и тогда откроется чудесная роза в таком мускусном каком-то облаке я не знаю приправленная шафраном наверное так очень специй очень интересный громкий вызывающий аромат отнюдь не сексуальный очень многие называют агента провокатора вот этого конкретно вот этого сексуальным ароматом вызывающим ароматом но для меня нет для меня секс так не пахнет это провокация да агент провокатор это провокация это это грязь это но это не секс не знаю может у меня другое понимание этого да но для меня это так не пахнет это это вызывающе в том плане что это вызов вообще как бы обществу да что вот посмотрите что я не боюсь такое носить на вас обратят внимание первые 20 минут так точно потом когда аромат затихнет станет красивым мягким и послушным он как бы может даже потеряться где-то да но на старте я вам гарантирую вас просто все увидят и заметят и вы создадите невероятную провокацию но нет для меня все таки если вообще вот одним словом описать этот парфюм я не опишу его секс да я его описываю как грязь но грязный мускус животный аромат необычный очень специевый такой шафрановый но все равно классно я не наношу его на себя потому что я уже в аромате я была в городе отсюда мне так нравится он очень классный он очень классный мне он нравится в начальных нотах одним образом если можно так выразиться а в базе он не нравится другим образом то есть он и так и так мне нравится но но старт ух просто как такое знаете стадо коней побежал я не знаю я не знаю мне столько ассоциация просто с конюшной общем если вы знаете как пахнет грязный мускус то вы приблизительно понимаете что я имею ввиду да и опять еще раз скажу что когда я услышала впервые этот парфюм тогда я поняла что такое грязный мускус и что такое животные ноты в базе прекрасен очень стойкий довольно шлейфовый красивый аромат я очень рада что я его купила все говорят о том что он снят с производства наверное так и есть не знаю нигде его не видела вот и и вот такой вот маленький короткий обзор если вы знакомы с этим ароматом ну скажите мне свое мнение сейчас с вами буду прощаться спасибо за просмотр ставьте лайки всем пока